Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, возможно, навеянный тем, что очень много было выходных дней в течение периода изоляции, и при этом эти дни какой-то радости особо не принесли, формально выходные, а как-то особо и не порадуешься. Вопрос такой, почему православные праздники сделали выходными днями в светском государстве? Надо понимать, что государство празднует те праздники, которые важны для его становления и развития. Светское государство – это не государство атеистическое, то есть есть сатанинская подмена понятий. Человек берет и говорит, ой, у нас государство светское, подразумевает атеистическое, порой даже люди верующие на эту уловку попадаются и там противопоставляют, вот есть и религиозное, есть светское. Нет. Светское – это там, где все мировоззрения имеют равные права. Но государство празднует только то, что ему полезно, то, что повлияло на его историю, то, что дает силы народу. Наш народ. Наш народ берет и стартует «Искупили крещение». Начинает, берет свои корни из разрозненных племен, которые воевали друг с другом. Вспомните историю о княгине Ольге и о древлянах. Да, вот это наш народ, это единство нашего русского народа, разве? Но нет именно благодати, крещение. Благодать крещения берет и вот эти разрозненные народы, племена, сковывают в единый народ, который величайшее государство на земле может построить. Хотя, конечно, для нас, для христиан, важен небесный Иерусалим. Именно поэтому даже когда советская власть установилась в 20-е годы, страшные гонения могут вначале по ходу гражданской войны без суда и следствия расстрелять, потом уже показательные процессы пошли. Но если мы откроем календарь праздников 20-х годов, то мы увидим новые искусственные даты, там годовщина революции, день какой-то там забастовки, годовщина празднуется, обновляется чем-то. И в то же время и церковные праздники соседствуют, которые потом потихонечку начинают из этого календаря вымываться. Но для нас, если мы и наши предки вдохновлялись и на протяжении тысячи лет праздновали Пасху Христову, если мы, наши предки, на протяжении тысячи лет вдохновлялись и праздновали Пасху Господню, значит, этот день что-то значит для нашей страны. Кроме того, надо заметить, что самый важный христианский праздник, воскресенье Христову Пасху, выходным днём не является. Можно сказать, нет, но он же воскресный день. Напоминаю, что по государственным нормативам выходной день, государственный праздник, если совпадают друг с другом, то государственный праздник даёт дополнительный день, переносится на следующий день. С Пасхой этого не происходит. То есть уже, наоборот, один из важнейших для русских людей на протяжении тысячи лет праздник, он не празднуется от слова вообще. Не, понятное дело, можно попраздновать, на службу сходить, но потом выходить на работу, никакой у тебя дополнительный выходной не появился. А какой-то не очень понятный праздник, там день весны и труда, вот он даёт перенос выходных. То есть тоже мы видим, видим, что, наоборот, идеологические некоторые праздники такой коммунистической квазирелигии до сих пор пользуются преимуществом по сравнению с праздниками церковными. Хотя тут всего лишь 70 лет надругательство над русской историей в советское время, а тут всё величие русской истории многих веков. Или точно так же посмотрим на новогодние праздники. Вы можете сказать, ой, почему это Рождество празднуется? Нет, берёт празднуется Новый год, хотя эта дата много раз переносилась, причём, что это настолько там важный праздник, что просто календарный один отчёт закончился, другой новый начался. Тоже какого-то особого смысла нет. И мы видим, да, есть новогодние праздники. От Нового года и до Рождества. Но очень часто даже и на Рождество, в следующий выходной день, который должен быть после него, берёт и переносится куда-то. И люди целиком празднуют Новый год на протяжении семи дней, а потом после Рождества выходят на работу, даже потеряв свой заслуженный выходной. То есть тоже уже картина не совсем такая, которая представлена в нашем вопросе. Для христианина, понятное дело, церковный праздник самый главный. И, конечно, если государство хочет, чтобы люди, они отдыхают для того, чтобы лучше работали. То есть государство выгодно дать обеспечивать работнику отпуск. Работник отдохнул, он вернулся, и после этих двадцати восьми отпускных стандартных дней он работает в течение года лучше, ну или взяв отпуск по кусочкам. Точно так же и с выходными. Человек отвлёкся, попраздновал, вдохновился, вышел на работу, работает с новыми силами. Так и почему бы не дать людям верующим возможность прийти на литургии спокойно, не бежать с середины службы дальше себе на работу и получать взыскание от начальства, ой, ты бездельник, ой, ты проспал, а человек молился, молился, чтобы благословение у Господа на этот труд, на этого самого работодателя получить. Что если здесь, здесь людям помочь, если государство поможет, если дать верующим людям возможность праздники церковные встречать в храме, то, конечно, верующие люди обязательно отблагодарят государство, будут лучше работать, будут больше пользы приносить, будут больше налогов платиться, хотя, конечно, царство небесное на земле не построить, но, в принципе, и всем, и людям верующим, неверующим в нашем светском государстве, которое даёт равные права людям любой религии, в том числе религии атеистической, в том числе и христианству, и другим традиционным религиям России, всему нашему государству будет лучше.